Здравствуйте! Проблема сохранения исторических памятников города Барнаула в последние годы все более и более острой, становится временами даже болезненной. В связи с этим очень важен позитивный опыт других регионов, других городов и вообще взгляд со стороны. Именно поэтому мы сегодня беседуем с социологом, экспертом федеральной сети центров пригладной урбанистики, нашей гостьей из города Казань, Марьей Леонтьевой. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, что вас привело в Барнаул? Я здесь по приглашению организаторов фестиваля «Фабрика-завод», прежде всего Александра Федоровича Деринга, Нонна Березняковой, и с организаторами в этом году выступает «Алтайохранкультура», что, кажется, происходит впервые. Чему вы учите участников фестиваля? У меня здесь есть две функции. Я бы не назвала это тем, что я кого-либо учу. В первую очередь я приехала как модератор и транслятор методологии центров пригладной урбанистики в русле социального проектирования. По социальным проектированию мы понимаем проектирование чего-либо технических заданий, решений, позиций и так далее на основании потребностей, позиций, интересов и готовности каждой из сторон участвовать в том, что они предлагают. Казань уникальна среди регионов России в том, что 7 или 8 лет назад, когда такое же движение возникло в Казани, на второй волне сноса исторической среды в городе, их было два. Один был приурочен к началу 2000-х годов к подготовке к празднованию тысячелетия по программе «Ветхое жилье». И можно понять руководство города, которому нужно было резко преобразовать центр, убрать множество трущоб. Другое дело, что погибли десятки памятников и тысячи объектов исторической среды в этот момент. И второе связано с подготовкой к универсиаде, летним студенческим играм, когда граждане, обеспокоенные сносом, неинформированностью и утратами, стали водить общественные публичные экскурсии, стоять с пикетами у здания правительства и министерства культуры. Экскурсии назывались экскурсии по исчезающему городу и водились по объектам, которым грозит уничтожение. Они собирали очень много людей, десятки человек, до 70-80 человек на морозе могли ходить по старому городу и смотреть на то, что происходит. И множество других акций привели к тому, что идеолога этого процесса пригласили на государственную должность помощника президента по вопросам наследия, туризма, культуры и так далее. И благодаря ее деятельности, инфраструктуре и тому, что удалось сохранить плотный контакт с городскими экспертами, краеведами, историками, реставраторами, экспертами государственной экспертизы и ВАПИКа, получилось за это время разработать проект зоны охраны, принять его историческое поселение, его границы, которые позволяют охранять не только памятники, но и частично среду, панорамы, параметрические параметры, объекты среды, природную среду и так далее. Скорее, сейчас как раз указание, запрос об опыте, о котором я рассказывала, это опыт, один из первых в стране, проектирование методики развития исторического центра. Как нам тогда его развивать, что нам в нем, каким строить, какие должны быть отношения экономика, если у нас есть те регламенты, которые уже есть. То есть задача Барнолу сейчас принять регламенты, а наша как-то увязать охранные регламенты с требованиями развития, которые есть. Успели вы уже, я надеюсь, познакомиться с Барнаулом хотя бы немного. Что вам бросилось в глаза? Я совсем немного, к сожалению, еще видела Барнаул, поскольку организаторы держат меня в руках, и я в основном сплю или работаю. Но чуть-чуть мне удалось проехаться по городу. Спасибо. Конечно, по сравнению с Казани, у меня потрясает обилие объектов исторической среды и деревянного зодчества. У нас их осталось, ну, средовых 68 домиков, и мы знаем их в лицо, у вас, наверное, остались их сотни. И богатство вариаций тех же самых наличников, тут видно и сибирское барокко, и местные вещи. И плотное сочетание этого с таким сталинским классицизмом, и с усадебной застройкой. То есть видно, что даже историческое дро города показывает разные эпохи. Но, конечно, видно пока, что целостного представления о том, как это все должно развиваться, нет. В Барнауле последние годы набирает силу общественная активность по сохранению исторического наследия. Как вы считаете, вот эта инициатива снизу способна переломить ситуацию, либо все-таки власть, большой бизнес окончательно все решает? И мы можем, мы, обычные горожане, сколько угодно высказывать свое мнение, все равно пока сверху не решат что-то сделать, ничего не получится. У многих сейчас такое ощущение от ситуации в городе. Я бы не говорила об этом в риторике переломлять ситуацию, а не и мы, поскольку все люди, живущие в городе, являются горожанами. И на работе они работают по своей специальности или по своему типу деятельности, а потом они идут по улицам, и они такие же горожане. У них тоже есть любимые места, места памяти и такое прочее. И на самом деле ключевой конфликт для страны в целом, не только для Барнаула, но на примере последних событий в Барнауле, связанных с усадьбой, связанных с лестницей, мы можем видеть, что есть разница между наследием как правовой категорией, которая зафиксирована в 73-м федеральном законе, и символически значимыми объектами, местами памяти. И скорее именно в тех местах, где законодательство несовершенно, гражданские инициативы способны формировать запрос на изменение регламентов и на формирование вот этой вот ценности. Поэтому, как мы видим на примере многих других городов, фестиваль Томсуэрфест, который очень ярко продемонстрировал запрос горожан по всей стране, это фестиваль, который за три года охватил 35 городов или около 40 в этом году, начинался с трех домов в Самаре несколько лет назад, ярко продемонстрировал запрос на категорию историческая среда в законе о наследии, которой нет ни в статье про историческое поселение, нет в законе. Есть вопросы, связанные с повышением вовлеченности граждан в состояние наследия через волонтерские проекты, через экспедиции и через партисипацию, то есть присвоение. Чем больше граждан будут считать эти места своими, символически значимыми, чем больше они будут прикладывать к ним свой труд, тем консолидирование и больше станет общественное давление, что всегда меняет расстановку приоритетов в муниципальной политике. Тем более, как мы слышим, совсем недавно произошла смена команды губернатора, и скорее мы можем говорить о том, что это команда технократов, тех, кто скорее будет прислушиваться к трендам, а мы видим и методички Минстроя по возлечению общественности, и множество государственных проектов федерального уровня правовлечения горожан в обсуждении процессов городского развития. Я думаю, что скорее сейчас как раз ключевой момент, когда важно усилить это действие в формате, почему нам это важно, сколько человек это разделяет, посмотрите, это важно многим людям, и что конкретно и конструктивно экспертное городское сообщество может предложить для решения этой проблемы. Недавняя совсем барнаульская история. Стоял особняк Михайлова. Еще несколько лет назад его тихонечко вывели из разряда памятников. И вот тут объявили, мы его сносим, строим другое здание современное. Горожане, общественники, историки говорят, здание очень ценное, нельзя сносить. Власть говорит, ничего ценного, будем сносить. Это я, конечно, сейчас упрощаю, но примерно так это была ситуация. И складывалась такая ситуация. Что посоветуете барнаульским общественникам, чтобы к ним начали прислушиваться? Власти действуют, говоря об органе государственной охраны, чьи функции контрольно-надзорные, заключаются в том, чтобы действовать в соответствии с законодательством и статусами, о чем они говорили вчера на дискуссии, это обсуждалось. И проблема находится здесь глубже. О том, какие эксперты на основании чего принимают решение, а это отдельное экспертное решение о выводе памятника из реестра. И оно делается на федеральном уровне, во-первых. И во-вторых, информированность горожан своевременной о том, что происходит. И поэтому задача повышать информированность, систематично проводить конструктивные проекты, для этого культурные, просветительские, образовательные разные проекты, для того, чтобы формировать в медийном и в социальном пространстве субъекта, который имеет интерес и ответственность за эти объекты. Это тогда меняет расстановку силы, поскольку даже вывод объектов становится более рискованным с политической точки зрения действием. К проблеме зеленых зон. В Барнауле есть два парка, юбилейный и так называемый изумрудный. Наследие советских времен, когда могли себе позволить заниматься такими обширными территориями, не застраивать их и так далее. Ситуация сейчас такова. Горожане говорят, хотим гулять по паркам. Бизнес говорит, отдайте нам хотя бы частично эти парки под наши потребности, а мы будем давать деньги на содержание парков. Власти пока мнутся, смотрят на тех, на других и принципиально ничего, по крайней мере, на данный момент не решают. Я думаю, опять-таки, это не только барнаульская проблема. Есть ли, опять же, какой-то универсальный рецепт для парков, чтобы всем было хорошо и выгодно? Ну, дело в том, что в советское время у нас был один субъект градостроительной деятельности, это государство. Теперь таких субъектов множество. Девелоперы с их проектами и бизнес, малый и средний бизнес, который меняет внешний облик улиц и создает структуру занятости и досуга во многом. Горожане, и поэтому и у бизнеса, и у горожан появляются новые запросы к паркам, и они хотят новых функций, как в Ютубе, как в картинках на Google поиске или Яндекс поиске и так далее. И опыт показывает, что необходимо тщательное предпроектное исследование для того, чтобы понимать, какие реальные потребности есть у местных сообществ, какие сценарии здесь сложились, какие экологические, ботанические и прочие предпосылки есть, для того, чтобы формировать техническое задание на проект парка. И дальше возникает вопрос, кто это проектирование оплачивает. И, на мой взгляд, это как раз вопрос регулирования отношений дальше с бизнесом, муниципалитетом, в какой пропорции они являются с заказчиками, и что бизнес получает взамен. Распространена практика, когда бизнес получает нагрузку содержания каких-то элементов парковой инфраструктуры, при том, что он располагает там объекты некапитального строительства в той его части, которая наименее травматична для парка. И существуют даже комитеты, департаменты управления такими парками, потому что ключевой вопрос даже не в том, кто сейчас его построит, а в том, кто будет его содержать. И это требует проектирования именно экономических сценариев. И здесь мы не можем не обращаться к бизнесу, потому что, в общем-то, именно у них и есть эти ресурсы. Много говорят, и вот эти дни много говорили, и будут еще говорить об образе города. Именно от него нужно отталкиваться, когда мы уже про стратегию дальше говорим и так далее, и так далее. Вот у вас уже образ Барнаула какой-нибудь сформировался? Ну, это задача Барнаула понять, каков его образ, поскольку я уеду, а Барнаул останется вместе с его горожанами. Мне очень две мысли интересны. Сегодня как раз одна из групп разбирала эту тему, и, наверное, было бы не безинтересно с ними об этом поговорить. В первую очередь, вот это сочетание в Барнауле очень богатой промышленной истории, причем такой прикладной промышленности, основанной на инженерном опыте, на науке. Но то, что это не остается концепциями, а становится продуктами. При его богатой сельскохозяйственной истории и вот это сочетание инженерного ума и хозяйской хватки, купеческой хватки, очень интересно. Мне кажется, здесь есть на чем построить что-то новое, вдохновляющее. И второй момент – это то, о чем говорят все жители вне каждый день здесь – это сереброплавильный завод, как точка отсчета истории города. Но если мы подумаем, это ведь очень такой процесс, связанный с трансформацией, когда мы тяжелым трудом добиваем непонятную серую штуку из земли для того, чтобы сделать из нее ценность, причем создать меру ценности вещей для всей страны. Спасибо вам за интереснейшую беседу. А мы сегодня беседовали с социологом, экспертом Федеральной сети центров прикладной урбанистики Марьей Леонтьевой. Всего доброго.